А мы продолжаем квалификацию на Хонтур, и с вами я, Камай, со мной вместе, Доминейшн, привет, Дима, по идее, тебя я уже должен нормально слышать, и здесь, еще, наверное, не здесь, наверное, ушел в небольшой АФК, ну а мы продолжаем игру, и это уже одна, наверное, это уже 16-я или 32-я турнира Хонтур Квалификашн, Квалификейшн, Омглоу, и, соответственно, встреча очередных команд, которые хотят в какой-то крутой повыше дивизион попасть в этом самом Хонтуре, и это команда Гранд, если я не ошибаюсь, играющая за Легион, Гранд Гейминг Тим, даже вот так вот, и команда Санс, играющая за Хеллборн, Кобрус, Арчурай, Гербл 4, вот так вот лучше это прочитаю, Айфи Думас и Сергеевич, за Легион, Торрс, Найншен, Антишок, Руинка, Т2, Рафэйч, Вичблэйд, В принципе, достаточно сильная команда, играющая за Легион, а ребята все играют достаточно неплохо, Хеллборновских же никнеймов я особо не знаю, но смотрю, что здесь тоже 1900 плюс есть ребятки, и кто-то есть ресетнувшийся. Дима? Я тут. Уже услышал, я Йор за неозначающее твое возвращение. Угу. Так. Что же мы видим? Кипер в Зе Форест, наконец-то, классная массовая ульта. Пэбус, который, кстати, в патче уже сейчас слегка был понерклен, но на самом деле там всего ничего, что-то около 60 дэмэджа у него отобрали. Инженер не ослаблен, все так же круто невозможно, ну а Кэмпаске нужна какая-то явная компания. Хеллборн же. Врач Тхага пока только меня радует, Мастер Рамс, Алуна и Перла никаких особо угроз противнику, по-моему, не предвещает. Ну, ребята, наверное, возьмут какую-нибудь Сэнду, по дэмпатку. Либо Пестиленс. Да, честно говоря, даже Солс и все это было неплохо, лишь бы не Шадоу Блэйд видел я его уже сегодня. Не хочу на него быть. Даже, ты знаешь, по дэмпатку я даже в Солу Рипера слегка верю. Но Дампир, Мунквин, Дракон, вариантов, в принципе, немало. Найтхаун. Дампир, да. Неплохой спор. Да, он сильный пацанчик, Сэнпасочка, тоже хорошо. Мобильности добавляет ему, это выживаемости добавляет. Лоудстоун. На самом деле, даже Сэнпаска, даже Пэбблс будет достаточно опасный. А вот Хеллборн все так же. Похоже, во-первых, решил Керри через Мастеру Рамса, чему я, честно говоря, не очень рад. Наверное, хардлайнить будет Лоудстоун, которому, кстати, последний патч тоже слегка подрезал, хотел сказать, ногти, но на самом деле, возможности хардлайна. И чуть замедлилась у него процесс полета его дрели, и монокосты же подросли. Действительно, ему чуть-чуть-чуть тяжелее. Ребята из Хеллборна на самом деле могут поставить 1-2-2, и у них тоже будет все отлично по линиям. Либо поставить дефолтные линии 2-1-2. 2-1-2. Будет, похоже, ремейк. Да, будет ремейк, не свапнулись. Наверное, кстати, не знают, что можно свапаться, нажав на аватарку. Бывает, иногда просто аватарка не начинает светиться. Там недавно был баг в Капитан Пике, то, что у некоторых ребят просто нельзя было выбрать героя. То есть даже припик нельзя было сделать, нельзя было свапаться. Это именно на Капитан Пике. Причем у некоторых людей. У кого-то было все нормально. Ну, возможно, мы с похожей проблемой наблюдаем. Ребята, может быть, просто на кого-то не могут шликнуть. Либо руки кривые. Ну, в общем, непонятно пока что. Ну, они просто не свапнулись, да? То есть не того героя выбрали. Да, не тот человек, не на том герое играет. В этом плане, конечно, неоправданно, вернее, оправданно круче играть на лане. Потому что свапаться удобно. Ну, опять же, могут кто-то на своих девайсах играть. Это, опять же, переподключать, там, девайсы. Обычно это мышка. Хотя бывают и наушники, и на главе клавиатуры, да. Ну, в общем, обычно это недолго. JK, к сожалению, тем временем мы наблюдали за их игрой. К сожалению, у ребят дела не сложились. И уж очень разрывно они проиграли Микки. Что-то типа там 2.19, если я не ошибаюсь. Хорошие очень выступили. Мурена и его команда. Я, кстати, у Кости Мурена поинтересовался по поводу следующей игры. Они говорят, что если следующие оппоненты будут играть, то они сыграют сегодня. В следующий этап. Восьмую, в смысле, сыграют, да? Если нет, то уже завтра. Там, кстати, ТНД и ТНД против Хейз играют. В принципе, команды из неплохих составов. Я думаю, это тоже может быть вполне интересно. Надо заглянуть, правда, кто у них. Где ты? А, ТНД, это же Санни. Санницкая команда. Надо там Санни, Сараконор, ХВД и... Ну, там еще... Да, я же говорю, неплохой состав. В принципе, и у команды Хейз неплохой состав. Там Гогрик, Хорсман Хаус, Мунмакс. В принципе, ребята тоже играть умеют. Пересоздали игру. Пока, правда, есть только команда Гранд. Пока оппонентов нет. Ну, не знаю, что там. Может быть, теперь у них не только не свапается, а еще не заходится. Но ТНДшки выиграют 15-3 сейчас у команды Хейз. И, соответственно, наверное, именно Санни Склад и доберется к Мекке. И как раз, я думаю, что Мурен уговорит. Я думаю, уговорит он Санни поиграть сейчас. И как раз, может быть, после этой игры мы это и увидим. Я сейчас даже отпишу Саннику, чтобы, если возможно, такая есть. Ну, да, ребятам невыгодно просто завтра играть, опять же, одну игру и потом... Ну, да, хотелось бы сразу в Бо-3 нырять уже. Хотя там будет 1-4, тоже Бо-1. Ну, да. Часто просто, в общем, мы в 1-8 играем сегодня, а 1-4 уже завтра. Но бывает по-разному. Ну, это из практики G7. Да, тут же. Там скорее 1-4, а уже... Ну, как бы, 1-4 на следующий день. То есть, играешь ее в первый день, а уже во второй день играешь сразу 1-2, где Бо-3. Ну, хотелось бы, кстати, сказать, что, во-первых, тур Хонгари на Ру Блендинг создал, наконец-то, наши дизайнеры. И теперь уже можно понять, что, где и почем, какие, где призы, и их распределение, как бы, между местами. Хочу сразу отметить, что в Голд Дивизионе достаточно весомые деньги. 2000 долларов первое место. У Сильвер Дивизиона 500 долларов первое место. А в Бронз Дивизионе, к сожалению, денежных призов нет. Но зато первые, там, 4 места Бронз Дивизиона попадают сразу же на дивизион. На дивизион. Дивизион. Да. Сильверовские же ребята, занявшие последние 4 места, как раз падают в Бронзовый. Но сегодня мы как раз определяем распределение команд между дивизионами. И поймем, сколько. В общем-то, 8 мест в Голд Дивизионе. Только 4 свободно. Поскольку 4 места заняли команды из G1 Pro. В Сильвер Дивизионе 16 мест. Ну и в Бронзе 16 также. Игра пересоздана. И мы, вроде бы, уже без особых проблем возвращаемся. Саник пишет, что не факт, что будут играть. Он пишет, что перенести собирались. Но посмотрим. Посмотрим. Сразу, правда, пауза в этой игре. И после ремейка ты обычно редко увидишь. Но, может быть, тактические какие-то варианты. У Легиона вообще-то все более-менее заведомо ясно. Пьебус плюс инженер медлайн. Импаска с дампиром пойдет вниз. Дерево, понятное дело, что хардлайн. В случае Хеллборна же вариантов, на самом деле, куда больше. Зная достаточно obvious пик Легиона. Вернее, лайн фазу. Можно пробовать что-то придумывать. Например, того же Лоудстоуна поставить с кипером. В принципе, он с ним может стоять. Или Хагу, которая потенциально может кипера через сильно вкачанный первый скилл с линии пытаться выгонять. Вниз даже можно против дампира с импаской поставить триплу из Алуны Перлы и Мастера Ларса. Что тоже принесет достаточно неплохой результат. И дампирс импас не убьют этих ребят, у каждого из которых есть достаточно домашний скилл. Единственное, тут ты мне скажи, скорее, Дим, я не знаю, как себя чувствует Перла на трипле, поскольку я мало за нее играл. И у нее достаточно специфические скиллы, с которыми надо угадывать. Как с Манки Кингом, знаешь, бывает, что... Она очень пассивная, то есть ее в идеале лучше ставить, конечно, просто на саппорт. То есть, допустим, два против одного, но на трипле она будет очень слабая. То есть, допустим, Моа плюс Инженер с кем-то против Алуны, Перлы с кем-то. Перла будет, грубо говоря, лишним звеном в данной трипле. То есть она очень пассивная. Ладно, она сбивает своим первым скиллом, да, какие-нибудь там, допустим, руну она сбивает. Но она не сравнится с тем же Инженером, с тем же Моа, Тортом или Алуной. То есть триплу через нее лучше не делать. Ну, вообще, да. Я вот от чего и боюсь, что на самом деле... Вот ее замедло может быть полезно, как таргетный демош, как таргетное замедление. То есть он сыграться может, но для триплы действительно не оптимальный персонаж. Вторым скиллом она может, да, в кусты откинуть куда-нибудь. Но это не сравнится с обычным станом или просто с прокастом от той же Алуны просто. Моа пошел наверх, типа фри-фармить против дерева. Но соло он тут не... Ага, Моа перла вот такая вот линия, дабл-мид, Алуна, Лоудстоун и Хардлайн Хага. На самом деле нужно было Хагу ставить в мид, а Луну с Лодстоуна вниз. И там бы они себя чувствовали намного влеготнее, чем та же Хага. То есть они не давали бы фармить Дампиру. Возможно, убивали бы Ампад. Даже невозможно, а скорее всего, убивали бы Ампад. И Лодстоун себя чувствовал бы идеально. А Хаге нужны просто уровни. Да, она бы в принципе мидл-лайна стояла достаточно уютно. Дампирс и Мпасочка боятся каких-то угроз. Хага поставила вард на пул. Ну, с другой стороны, вот в линию Лодстоуна, Луна, я не знаю, верю ли я сильно или нет, но Лодстоун вообще очень неприятный чар, поэтому потенциально ребята что-то сделать смогут. Инженера могут убивать. Насчет пяблса я не уверен. Но опять же, у пяблса чуть-чуть пофиксили, понерфили скиллы. То есть с прокаста он будет чуть пореже забирать. Нет, на 60 дэмэджа меньше на последнем левеле скиллов. То есть не то, чтобы прямо супер, прямо его занерфили. Но слегка есть. Куда больше занерфили Дед, да, конечно. Вот, да, но там сильно понизили дэмэдж ему. Перла, обход крипов с одной и с другой стороны. Попытка деревом отвести крипов не сильно была удачной. Крибы все же встретились и встретились не под Тауэром. Прикольно, что Перлай зафармит. Не Мастер Ванпс. Хотя мова пробегает уже. Есть вард уже Торс Найна и не будет отвода. Пока что, я смотрю, никто не спешит покупать варду Ревелэйшн. Не импаска не пытается отвардить свой пул. При том, что только что пыталась там как-то мимо проходя его стакнуть. Что на верхней линии двое ребят не хотят пулить крипов. Ну, тут в любом случае перевес будет в сторону кипера. Потому что линия уже пушится. Там 2, 4, 6 крипов. Подвышку они в любом случае подведут. Ну да, плюс 2 рейнджовых. Это всегда уже означает, что крипы пушатся очень сильно. Перлай идет в мид. Пытается загангать. Что ты думаешь? Если 2 хп, то не переживет удар от Алуны на 50. Тем более, еще летит от Перлы эта штучка. Но она, наверное, не зацепит, да, уже? Она летит скорее по Пебулсу. Да, но по Пебулсу она точно попала уже. Там нет АУЕшки или есть? Скорее всего, инженер успеет отбежать и пузырь не взорвется. Ну, не продамажив. Скорее всего, в общем, инженер отбежит. Если он юзнет красную хилку, возможно, его Алуна не добьет. Нет, таки взрывом Перлы его убило. Как я и предполагал, Сергеич делает Бладласт, Алуна на 1000 не долетела. Разорвало все-таки пузырь, и пузырь добил инженера. Это Бладласт для команды Хеллборна и фраг для Перлы. Молодец. Контроль от Ронуса Бейкстера. Реген наверху. Да, и Оверуин достаются команде Хеллборна. Алуна заберет на рефрешмент, реген. Поджидает Перла. И отдаст его своему Лоудстоуну. Правда, не в банку. Лоудстоун не нафармил достаточно крипов, 2 минуты банки нет. Да ладно, Трипла остается на миллайне. Видимо, Моа себя чувствует. Да, выгнал саппорта. Слишком хорошо ему там, да. Но, с другой стороны, Кипер не выгнан. Кипер будет получать крипов. И с Моа один на один стоять сможет вообще легко. Если захочет фрифармить Торрес, то может купить щиток. И Моа его бить не будет совсем. Ну и без щитка он будет себя очень хорошо чувствовать. Будет отводить крипов. К тому же Динай у него с топориком намного лучше, чем у Моа. Ну, Моа один с крипов, Кипер 8. Это уже показательно, в принципе. Дампир стоит 19 крипов. И на своей линии, конечно, чувствуется неплохо. С другой стороны, и Хага пока без каких-либо предсмертных там мучений. И чувствуется она ли не нормально. Трипла на Триплу на миллайне. Хага осталась внизу соло против Дампира. Интересно. Да, Трипл Миллайне это что-то... Ох, Аллуна, Чилис, серьезно? Не люблю Чилис на Аллуну, честно говоря. Хотя с пассивным аноригеном он чуть более оправдан, чем он был раньше, но все же. Тут настолько интереснее смотрелось. Даже батарейка с выходом на ботинки. В идеале покупать Грейфлоки будет намного лучше, чем этот Чилис. Я вообще-то вот сейчас как раз... Уже у меня в чате я обратил внимание, альтапнулся в чат. Ну, как сказать, альтапнулся? Он мне даже открыт, в принципе, под правым глазом. У меня написано ВОУТ. Типа я хочу проголосовать у бота, за кого я отдаю им свой голос в этой игре. И я вот сейчас наткнулся на эту надпись и не знаю, за кого я собираюсь голосовать. Нет у меня предположения. Хотя, наверное, верю я больше в команду номер один, в команду легионов. Поэтому за них и отдам свой голос. Там будет зависеть очень сильно от дампира. И от... От пэблса. От пэблса, да, когда он нафармит свой дайгер. Пока это только банка. Без пНЖК. Сразу, куда рецепт от пэблса. Пэблс может, кстати, попробовать продолжить. Не самый удачный тос от него. И никто не умирает. Можно было попробовать закинуть подвышку. Там поставить сеночку и попробовать забрать лоссоуна. Энерджайзер на Моа. До ботинков. Дампир, кстати, 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 умрет от хаги. Да. Тик. И удар. Тык. Да, это фраг для хаги. Хаг хорошо сыграл на мидлайне. Уберет импаска. Будет, возможно, какое-то продолжение по лоудстоуну. Да, лоудстоун ответ. Будет ответ по лоудстоуну. Ну, а он успел фрагнуть еще и пэблса. Три фрага для у легиона. Одновременно произошло. Три смерти. Хеллборн же отдал пока только лоудстоуна. Да, инженер не умрет. Но это неплохо. Даблкил на килл одного. Но на миде и выиграл хага, который выиграл у Дампира. Это тоже очень хорошо. Странная трипла на миде. Странно, что он вообще там есть. Да, да, да. Что он есть. Ну, тут, конечно, за мануху такую пустили именно команду Хеллборна. Но легионам пришлось отреагировать. Хотя, в принципе, не могли этого не делать. Дампира по итогу отдали. Оставить соло лоудстоуна и запушить верхнюю линию. Кипер-то, кстати, тысяча денег. Пока без приобретений каких-либо. Не то, чтобы, конечно, круто. Он фармит тысяча денег для шестой минуты. Это не сильно много. Но 15 крипов он своих получил. Идет на мидл-лайн с потенциальным желанием ганкнуть. Применить ульту свою. Но его видели на варде. Возле иншентов. Здесь вообще есть варда в револейшн. В странном месте, который Кипера не увидит никак. Но этот вард скорее оставился против лейн-варда на миде. Дерево, дерево. Готовится, дерево, готовится. Дерево, дадут ульту, ультуют и по всем. Продолжение какое-то от Лусона. Лусон пока только из этой иллюзии. По перле. Ульта от мастера Уармса. И перлу это, в принципе, можно сказать, и спасло. Хотя нет, ненадолго. Просто продлило ей слегка жизнь. Но втроем удалось убить только одного персонажа. И команда Хеллборна же была, в принципе, готова к этому въезду. Хорошая реакция от мастера Уармса. И файт затянулся. И убили только перлу. Хотя потенциально могли бы убить еще и Аллуну. С Лоудстоуном было бы посложнее. Но все равно. Сейчас появится 6-й левел на Лоудстоуне. И должны минусовать хотя бы инженера. В идеале, конечно, Паблоса поубивать немножко. Только как-то он мало умирает. Ну, трипла, я думаю, против него конкретно собиралась, чтобы именно его пытаться унижать. На первой седьмой в ЕС по хаге. Не смог ее фернуть. Эмпаска не смогла зацепить, соответственно. Трипла скорее собиралась от бездействия перлы. Потому что, наверное, Моа сказал, иди там что-то делай. Иди стакой, иди гангой. Ну, зато Моа пока что не сильно наубивала. А Кипер сходил уже на медок. И, в принципе, можно сказать, пригодился. Есть фраг. Лоудстоун идет вниз. Ну, за ульту хаги могут забрать. Эмпад. Да, и паска без ульты никуда не уйдет. Да, мог к тобой их. Дампьют, тем более, с... Нет, с тремя стаками на ульте. Его тяжелее будет забрать немного. Чуть-чуть подстаканный лесок. Въезд по инженеру. И инженеру в поводу. Хорошая кушечка. Скидет антишоком. Да, Перчик, где смаха? Ехага-то с Мистик Вестмутом, в принципе, достаточно живучая. Не смог ее забрать, Раскас, а Перла... Ох. Эмпаска все-таки дотрейнила, да? Да, дотрейнила эмпаска. Смогли забрать хагу. Но здесь будет несколько киллов сразу. Эмпас. Серьезно. Интересная попытка утепашиться. Тем более не из кустов, а просто... Не из кустов, а просто в трех пацанах. Извините, ребят, я домой. Мне не сюда, я считаю. Я не знаю, что я здесь делаю. Не получилось. Но двоих поменяли на хагу. В принципе, неплохо. Хага... Интересное решение с Мистик Вестмутом. Дало ей возможности долго пожить. Быстрый Вестмут. Феблса на миде забирают. Перлу успел. Феблса встанет. Но! Неужели она выживет? Да, Мастер Аранса ульта. Призвана к помощи. И Перла выживает. Посмотрел я на позорного Мастер Аранса. Только глянул на него, видать, застеснялся. Не законтролил парочку крипов сразу. Думал похвалить его. Думаю, ох, тут уже, смотри, Гост Марчер. И уже 100 демеджа с руки. Крипов не должен пропускать. Но не похвалил. Сразу пропускал парочку крипов. Вверх идет... Алуна. Ну, без достания не заберут кафа, конечно. Хотя тут еще... Которая не зарегенилась даже на 70%. Да, но очень спешила. И есть, кстати, Дастик. Собственно, с ним она и спешила его перевести как раз. Ага, Кипер или учувствовал угрозу. Или просто не нравится ему там. Или захотел гангнуть. Но нет, скорее вряд ли это было бы пожелание ганга. Прилетел на нижнюю линию. Хотя Хагу заберут. Ребята скорее сказали то, что приходи вниз за пушем. Что-то никого. Дампир очень плохое поведение от Дампира. Как-то побежал на Хагу. Хага испугалась. Кипер ульта по Хаге. Есть за таймлен эфир и фраг. Это должна быть минус вышка снизу. Т1 хотя бы. Хотя Кипер уходит. Энджи пытался выжить Кегой, но Лоудстоун успел его забрать. Ульта Лоудстоуна бы не была даже раскатана для этого фрага. Пэблс пытается засейвиться от продолжения тимфайта и откидывает Лоудстоуна в его тиммейтов. У Лоудстоуна уже сейчас будет... Нет, это не будет. У него пустая банка, а маны не хватит. Ему на ульту и на еще один въезд. Но с ультой, я думаю, это были бы еще пару фрагов. Интересно отметить, что Лоудстоун не качал третий скилл. Чисто такой офенсив билд у него. Чисто драться и все. Дэмпир почти, почти у него будет лайтбренд уже, мне кажется, скоро. С пронесенным тавером это было бы куда быстрее. Лоудстоуну не дали, не дали ему прыгнуть. И Эмпасочка с Пэблсом все-таки справляется с фрагом Перла. Приходит на миддлайн, не знаю зачем. А с Хагой может что-то и получится. Зря зажал, кстати, ульту. Сейчас ультой попал бы и по Пэблсу хочу. Хотя Флага бы не было. Интересно, что Мастер Вармс первый запушил пушку в этой игре. Не пушишь ты, пушите, да? Ну да, Кипер не запушил, непонятно почему. Пошел Эншентов фармить. Ест по Энжипу с лоу граунда не очень удобно. Странно, что ребята не запушили нижнюю линию, когда забрали Хагу. Да, легко могли, Кипером это было бы очень быстро. Прощание с Пэблсом, ХП он растерял, конечно, просто моментально. Отстана Мастера Вармса, дальше проложила Хага, въезд от Лоудстоуна. И он просто очень быстро умер. 0-3-3 не очень утешительная статистика на Пэблсе. И совсем грустная 200 гпм. Дампир Лайт Брэнд. Дампир Лайт Брэнд. Хотя, да, я верю, что это должен был бы быть Нул Фаер. Нул Фаер на нем бы смотрелся отлично. Но боюсь, что может быть Фаер Брэнд. Он что, купил что-то еще? Нет, просто... О, умерет, умерет Курьер. Курьера вариантов нет выжить. Что-то выпало, Пэблсовские запчасти. И в их стимбутси его. Дампир на всякий случай свой Лайт Брэнд ему оставил. И пошел на паспорт. Да, держи. Говорит, иди форми быстрее свой, да, Гер? Теперь тут лежит Минор Тотема, две штуки. И Лайт Брэнд Дампировский непонятно у кого. А, все, потеряли ребята, конечно, много времени на этом. Замене айтемов. Дампир не успеет порегениться и не успеет прилететь на нижнюю линию. Внизу же здесь Кипер стоит в инвизии и ждет своего шанса дать ульту. Дампир пришел, все отошли. Ребятам бы не помешалось сейчас, конечно, контр-вардик Кипера попробовать поймать. Надо вообще понимать, где он находится. Ну, они вроде не особо боятся драться. Хотя, Хага ушла за инвиз руной. Лейнвард. Да, воткнул Лейнвард. Инвиз на Дампир. Это минус Моа, либо Перла. Есть вард в револейшн, есть по Перле, Перла должна умирать. Мастеранса, урта продолжила, есть жизнь очень ненадолго по Дампиру. Теперь, ребята, должны продолжать, Дампир умирает. Без него, конечно, тимфайт потенциал будет слегка уменьшен. Тем более, раз кастового Пеблса до сих пор нет, и Пеблса заберут тоже. Успел он чакнуть, но, к сожалению, Кипер и Инженер уйдут. Все остальные должны умирать, а не Темпаска еще. А она в Кипере. Да, Моа собирает Нулфайр. Он купил... Второй Блэйд? Да. Это отлично. Нулфайр на нем будет смотреться очень хорошо. Тем более, что там он еще, может быть, левелок другой получит. Это уже будет третий скилл. Скачан не на один, а на хотя бы два, может быть, и больше. И чем дальше, тем это эффективнее. Ну и тут вообще ему... Он будет очень легко забирать всяких Инженеров, Инпасок и прочих. Об Инженерах вот мы заговорили. Инженер как раз умер. За Тауэром его очень легко. Ребята задайвили. И Т1 заберут. Туэлборд, кстати, 9 практически тысяч денежищ уже выигрывает у своих врагов. Сейчас ребятам стоит провардиться в чужом лесу и просто удерживать эту доминацию и все. Никакие даггеры на пеблсах ничего не сделают. Да, они как бы не грозят пеблсу до даггера еще очень далеко. Перла 208 гпм. Это уже провал. Да, пеблс до сих пор не добрал 200. 200 нет у пеблса. Это, конечно, так себе. С такими раскладами это минимум, ну, минут... Если повезет на хороший тимфайт, то это будет 20-ая минута БК. Дампир с раз каста забрал, конечно же, Перлу. Перлы, к сожалению, маловато. ХП лучше бы Брейсика назовала. Но выходит на толкалку. На толкалку, кстати, с саппортом многим я бы тоже советовал выходить с морковки. Особенно, когда играешь против пеблса и дампира. Но она скорее закупала правой кнопкой. Ну, что было, да. И самая дорогая, я там купился. Хосты на лотстоуне. Возможно, попробуют сейчас обойти через чужой лес и убить кого-то из саппортов. Грубо говоря, нежирных. Эмпат со страйдерами, 7-ой левел. И инженер с обычным башмаком, 6-ой левел. Да, тут ему уже МОА 430 ГПМ и 0-файр в сборе. У него даже есть деньги уже почти на второй рецепт. Это очень неплохо. Хотя, я думаю, что сразу рецепт ему и не стоит покупать. Лучше бы, наверное, и выбрать какое-то другое. Дерево нашли! Нашли, причем рядом с вардом ревел. Если бы Пауэр Трофа до луны попал, это была бы вообще моментальная смерть. Ну, а так, еще и Перла пригодилась на всякий случай. Кипера забрали. И чужих аншатов. Да, двух. Это тоже очень приятно. Кэбблсу очень много до Даггера. Две тысячи. Он что, Мистик Уэстланд купил только что, на накопленные деньги? О, лол. Да, это близко к Даггер. Может и не случиться в этой игре. Мы можем его и не увидеть даже. К сожалению. Это, кстати, одна шестнадцатая игра. Одна шестнадцатая. И практически уже последняя стадия турнира. Мекка с ТНД, я так понял, не договорилась. То есть, все-таки Саня написал мне, что они не очень хотят играть. Не хотят они играть сегодня. Поэтому именно Мекку мы не посмотрим. Но, может, посмотрим кого-нибудь еще. Поскольку пока только одна шестнадцатая. И команды еще у нее достаточно много. Я думаю, с кем-то мы и наткнемся. Легиону в идеале сейчас нужно стакать аншентов, стакать хотя бы ближайшие свои два кемпа, чтобы дать хоть какой-то фарм Кэбблсу. Иначе потом игра будет явно не в их сторону. Хотя Дампир потихоньку будет Гриммор. Ну, Дампир быстро, конечно, да. Да, он быстро разбирает, очень быстро убивает. Скоро у него Гриммор. В принципе, его четыреста гпм это очень неплохо. Иначе потом играют в Гриммор. Снесен Тауэр команды Легиона. Ему эти Тауэры как раз очень нужны. Они денег проигрывают достаточно приличное количество. Сейчас снесенным Тауэром на миде. Это почти бы, кстати, уже было минус две тысячи ЕЛД и ХП. А это как бы рабочая, скажем так. Ситуация, в которой за один хороший тимфайт можно это быстренько-быстренько окупить. Лодстоун, кстати, купил Хелмом в Блэк Вижен вместо Даггера. Ну, видимо, хочет не умирать после прокаста. Ну, я думаю, что это две смерти он увидел, как Дампир только что раскастовал. Ребята, ему неприятно. Тем более он вкачал все-таки уже на десятом левеле невозможности вкачать что-либо другое, кроме плюсов, в третий скилл. И это тоже дало ему немного жизни. Что-то отвалился немного доминейшн. Я тут уже. Я уже слышал. Родное шипение. Так вот, все-таки я не понимаю, почему Вестмэта нет на многих ребятах, только на Хаге, собственно, он есть. Вестмэт хорошо бы смотрелся. Опять же, Пеблз, Дампир, Инженер. Все это, как бы, много мэдж-дэмэша. Пеблз принялся за лесок. И, собственно, я говорил, двадцатая минута. Двадцатый Е уже, по ходу, минуты будет у него, возможно, таки портал Кей. Четыреста голды осталось ему нафармить. И пока появится. Дампир, кстати, книжка. И после книжки уже тысяча триста. Пятнадцатый левел. Неплохо все у Дампира. Ну, как для текущей ситуации, как бы. Ему в идеале делать ПК, потом ПКБ. И все. Да, как-то так. Как-то именно так. Плюс к этому времени уже должен появиться Даггер на Кипере. Даггер на Пеблзе. В дальнейшем, будущем, минутик тридцать пятый у Инженера. Если. В Инженеровский Даггер я всегда хочу верить, но редко получается, чтобы он его собрал. Или Инженер сейчас собирает Даггер, когда он уже не очень нужен. Ну, в смысле, он, конечно, оптимизирует тимфайт, но часто эта команда уже сильно выигрывает. Сейчас же, конечно, Легион пока немножко проигрывает, но еще пока может, может на что-то рассчитывать. Хак, скорее всего, выходит на Лолд Стоун и Мастер Фармс потихоньку на БКБ. Тем временем у Лолд Стоуна появляется гем. Для каких-то целей. О, будет тимфайт. Очень хороший ульт от Берлы. На самом деле, Дампиру не дали въехать. Его второй раз уже выкидывает из Ульты Перлы. Лолд Стоун взорвется. Ну, зацепил, к сожалению, только Кипера. Дампир хочет все еще раз выезжать по Киперу. Кипера забирает. Ой, по Гипер. По Лолд Стоуну. Лолд Стоуна забирает. И ребята не потеряли у Легиона никого. Не получилось зацепить Дампира. Дампир удачно... Нет, это был не Дампир. Это был Инженер. Инженер удачно улетел от Стана. Была очень поздняя ульта от Хак. Она могла сделать одновременно с Лолд Стоуном и попробовать забрать того же Кеблса. Погус раскастовал Клипов. Пуш не удался. Хорошая, в принципе, хорошая драка показательная от команды Легиона. Притом, что идеальная ульта Перлы практически была у Хеллборна. Но все равно Teamfight с Иган не сильно хорошо. И гем, который купил Лод Стоун. Сразу два ПК были куплены одновременно совершенно. Гем, который купил Лод Стоун, выпал. Да, потерян. Непонятно, зачем он покупался. С тем, что они сидели все время под вышкой. Дампир в Еспахаге из Раскаста забирает уже Рафаич Хагу. С Мистик Вест. Не видел, я успел... Да, она успела купить свой Ультимейт Орб. То есть, 0-100 он не за горами. Но все-таки, этот Портал Кей, это уже очень хорошо. Зачем он покупался гем, я тоже не знаю. Переконтервиженить, но, собственно, это было не то, чтобы сильно обязательно. Но, а в кири Дампира я верю, конечно же, куда больше, чем в Массера Ламса. Легиону теперь стоит просто подпушивать вышечки и ждать, пока кто-то подставится. Туда будет влетать Дампир вместе с Пеблсом, забирать одного-двух и пуш будет дальше продолжаться. В идеале, конечно. А там уже как... Все это реализуют. Пуш миддлайна, Дампир въезд! И, конечно же, моментальный фраг. Потерянный Роккендрилл. И, похоже, даже ульта потерянного Лоудстоуна. Да, никого он не зацепил. И, конечно, Пеблс продолжает. Ульта Киперов за Форс цепляет и Пеблса, и Хагу. Лоудстоуна Пеблса, кстати, не смог. Дампир Хагу, наверное, тоже не убьет. Где ты думаешь, что ты идешь? Забрали. Преимущества по XP уже отсутствуют. По голде 2,5 это такое наживное. Отыгрывают потихоньку. Молодцы. Шранки на Мастеров Армси. Шранки на Мастеров Армси вроде как неплохо, да? И вроде как геометра ему в перспективе пригодится. От ульты того же Кипера. Ну, сейчас с Шранкином должен он что-то делать. Но будет ли у него такой же прок, как вместе от Дампира? Будет ли у него такое количество деманжа, как есть от Дампира? Это придется очень сильно кайтить, ребят. Ну, в принципе, с нульфаером на Энергайзере он в состоянии кого-то там кайтить, но надо смотреть, надо стараться очень. Пэблс, кстати, что обидно, что кроме того, что не фармит ничего, так еще и левела, конечно, у него достаточно слабый. Десятый левел Пэблс. Это не очень хорошо. Ему бы сейчас тоже какой-нибудь там дах, собственно, хотя бы одиннадцатый в прошлом Тимфайте. Это уже бы немножко усилило его. А так вообще от Дампира он остается на 7 левелов, а от Мастер Уранс на 5. Хага от 250 копейки на Лоудстоуна. Попытка въезда по Киперу? Мне вообще непонятно. Лоудстоуна с Пауэртрома-то Луны, на что они рассчитывали, я даже не знаю. Вот, кстати, зачем был Гейм Кипера забирать, собственно, да? У Кипера тем временем 3000 на кармане. Скорее всего, я не знаю, либо рефрешер, либо мок, но в идеале лучше, конечно, рефрешер. Ну, да, я даже не знаю, зачем так прям так сильно нужен мок. Не нужен совсем, я бы сказал. Ну, в принципе, в принципе, он может себе еще смог позволить, честно говоря. Хотя я думаю, что пока рефреш, конечно же, куда лучше. И выходить на Хиксу будет куда лучше. Я обожаю рефрешер Хикса, это, конечно, вообще круто, на Кипере особенном. Играли мы тут недавно скрим на Инте против ребят. У них был Кипер настолько наглый, что он фармил просто наших эншентов, наши леса. И бегал под 522 МС с даунбрингером, с рефрешером, с даггером. Неплохо. Без по Лодстоуну. Да, Лодстоун, по идее, хотел бы упрыгать, но не получается, а Дампир ультой заканчивает свое дело. И ребята даже втроем убирают Лодстоуна. Даже... А, импасочка была в Дампире. Импаске, смотри, достался. Дампир ультой. Я такой не ожидал. То есть и он, наверное, тоже. Уже скоро как 30 минут, как игнорируют Конгаром. В принципе, можно было бы пробовать с ним что-то делать. Команды, в принципе, достаточно неплохо вардятся, что-то видят. Но у Хеллборна пока с Виженом, как по мне, беда. Вард офсайд у них всего-навсего один. Нет, два. На двух рунах. Окей. Мана Эншенты от Хеллборна. У Легион тоже Эншентов особо не стакает. Но зато Кипер, Легионовский, фармит чужой лес. Что-то мне подсказывает, что это будет мог. Или просто ничего не будет покупать, хвастаться количеством денег будет с игрой. Или это просто два байпэка. Или так, да. Ну, 13-й левел, это может быть даже три байпэка, а только это столько нельзя сделать. Ну, это не дота. Ну, кстати, вообще, мок дереву бы не помешал. У него из 13 килов всего-навсего три ассиста. А так бы ассистил бы на право и на лево прям. А саппорта вы спокойны? Просто хотя бы ассисты набирать моком. И то было бы неплохо. Ягодь от Дампир есть с Шранкен в сборе. 19-й левел на Дампире тоже очень неплохо. Пэблус пока без каких были новых приобретений. Кстати, Кипера... Странная ульта. Красоты навел перед смертью. Да, к сожалению, она ничего бы не дала. Но, с другой стороны, у него не то чтобы сейчас огромный кулдаун ульты. Но все равно 40 секунд она живет, и ульты еще сверху. Какое-то время не будет. Хагнул стол. Он достаточно не самый ранний. С другой стороны, Хардлайнер. Хаг от нее и так, кроме как смерти Дампира, ничего больше, простите, не приходится. В принципе, она справляется. 16-й левел и какой-то, наверное, выход на Лайт Брэнд в ближайшее время будет. Хотя я Хаги сейчас бы Лайт Брэнд, наверное, не собирал. Сейчас бы сразу шел на какую-то Хигсу. Ей можно было собрать сразу Лайт Брэнд и подпушивать линии. Да, и нуль стоун был бы примерно в то же время. Да. Просто разгонять свой фарм. А с этим нул стоуном... Пэблус ее будет забирать. Ну как, он проказ в любом случае даст ей скиллом. Да, вы дамажите, а Дампир, конечно, сможет продолжать избивать Лайт Брэнд, если нужно вторым скиллом. То есть, в принципе, вдвоем... Да, там есть импад, который может сбить. Там Дампир просто прыжком собьет и заберет ее с ультой. Как-то так, да. Лайт Брэнд как-то давно фармит, давно фармит. Особо ничего не появляется. И денег тоже нет. Что же он там понемножку копит на что у себя на базе? Кипер потратил куда-то 3 тысячи. Я не заметил, что он купил. Летит что-то. Что-то летит. Да, ворда. Топорик ворды. Ну, кстати, вообще, Легион сейчас можно подараться. Паблосу бы тоже что-то прикупить. Наверное, тоже, наверное, хочет шанкин. Я так думаю. Ну, пока, чтобы они получат. Дампир, въезд куча пацанов не успевают продать шанкин хэд. По нему... Даже не жмет, оказывается, ему этот шанкин хэд. Уступил забрать он мастер вармса. Да, ребята, может быть, продолжат. Болстон пока живой, но ненадолго. Легион не теряет никого, хотя Хага въезжает. Получается сразу эфира Дампира и... И должна же умереть. Умерла уже там, подарив хэдтрик Дампиру. Странный взлет 4. Похоже, трава-то луны. Забрал инженера, но это 1 на 4. Это минус Т2 и Кондор. Ну да, 550 гпм, 12 фрагов у Дампира, еще и 20 левел. Все у него неплохо, и вот этих айтемов, которые на нем сейчас есть, с головой хватает, чтобы даже копить сейчас до 20 тысяч денег на кармане, ничего не покупая. Его эффективность все равно огромная. Но, с другой стороны, я не знаю, может быть, это будет какое-то в ближайшее время еще один айтем. Вполне даже... Это может быть что угодно, я даже не могу предположить, что он хочет. А нет. Я, да, я тут думаю, может быть, ФС. Может быть, ФС. Хотя я бы тут даже на гинжура не жаловался, честно говоря. Чисто так, из мобильности и так спиды. И замедление. В общем, было бы неплохо. Игнорируют ребята Конгора. Ну, уже все живы у Хеллборна. Немножко боятся. Кстати, варда нет на клефе, и из-за этого ребята бы лучше отступать. Забрали только большого докона. Рефреш на дереве в сборе. Ну, рефреш-то, кстати, может означать последний тимфайт, на самом деле. Динженер все-таки решил сделать еще одну таблетку. Минутик сороковой. Да, да. Ну, как бы, вместо дешевой ПК, для него это решение, понимать, что собака ничего собираться не собирается. Поэтому хочет пока только хоть хотя бы таблетку. Таблетка, в принципе, соберется. Пэблсу до Шранкина. У нас осталось совсем немного, 70 копеек буквально. Ну, а Дампир 4 800. И выход на что-нибудь у него уже в ближайшее время запланирован. Хак, кстати, купил арбуза 2 100. Ну, то есть, выход будет на Хекс. И 16 левел, наконец-то. Пауза. Люблю, когда аргументируют паузу, но ребята этого не делают. Сказать хотя бы зачем, почему. Ушел за кофе, пошел в Ашан, пошел или как там было. Казандар поехал в Ашан. Казандар, я помню, поехал в Турцию или куда-то, в Грецию. И вернулся через неделю. Да, было такое дело. Самое веселое, что ребята сидели и его ждали. Час, наверное. Я был там тоже. То есть, в принципе, знаю. Киперу нужно дофармить 6 левел. И идти уже заканчивать. 6-й, извиняюсь, 16-й. 3-й левел ульты. Да, ну и в принципе, ПК тоже не помешало бы. Хотя, с рефрешем можно одну ульту, чтобы зацепить кого-то, а другую уже такую, пока его будут спасать, например. Под гостмарчерами, под инвизом он и так, в принципе, успеет дойти и поставить. И одну, и вторую ульту. Да, тем более, инициатор сейчас не он. Начинают до Дампир с побоссом в основном. Да, в общем, даже Дампир, я бы сказал, начинает все время. А, ну так, да-да. Если всех, то, конечно, ждем. Мастеру Армса, конечно, немножко жалко. Особо эти все фаер-бренды с шанкингхедами не добавили ему ДПСа, к сожалению. Все так же он предпоследнее место по дмж-дану в своей команде занимает. И это, в общем, немного. 250. Да, это очень, кстати, много. Это вообще где-то примерно 4 минуты. Жаль, нельзя таймер засекать. Кстати, да, не помешал бы. С техникам слэш-таймер. Даже слэш-тайм, по-моему, секунды не показывает. Current Time is 32 секунда, 31 минуты. Аларм? Аларм нету, таймер нету. У меня на айфоне есть таймер. Я вот подумал. В принципе, можно работать. Ставить будильник в хоне, и когда он звонит, у всех... Ну, я, кстати, раньше... У меня все время под рукой лежал айфон, и... Ну, когда мы именно играли. И я все время... У меня стоял таймер на 10 минут. И, типа, сколько до конгора. Я таким образом засекал. А сейчас часто забываю об этом. Удобный был бы мод, кстати, который бы засекал. Ну, давайте начнем. Ну, он есть, но вроде как не работает в Торнамент Рулсу. Не честненько, что ли? Не знаю, я обычно просто пролистываю, смотрю, на какой минуте забрали, и отчитываю оттуда. Так тоже работает, да. Я только недавно включил тайм... Время, в смысле, в... В таймстепсе. В чате, да, в таймстепсе. Шанкин на певолс. Да, ожидаемый давно фармит певолс. Не сильно быстро, поэтому айты мы на нем часто нам понятны. Чуть проформился вроде легиона, но ничего особо не предпринимают, ребята, почему-то. А, вингбоу для дампира. Да, будет больно и безнаказанно. Интеллектуальная курица, конечно же, дампиру отказывается везти вингбоу. Она привезла что-то... Топор там катает уже какое-то время. И толкалка для инженера. Хеллборн боится, то фармит толпой. Меньшую часть карты сейчас они занимают. Кипер фармит их лес, ребята фармят достаточно хорошо линии. Легион вообще неплохо справляется. И при этом, к сожалению, конечно, или хорошо, или это, или плохо, даже не знаю. Вернее, хорошо для одних, плохо для других. Пять тысяч голды практически лавирует команда легионом. И шесть тысяч экспорта. Хотя для тридцать шестой минуты это немного. Но напомню, что Хеллборн-то начинал получше. И именно шесть тысяч голды было для них. Страна то, что Логстоун все-таки купил худого места даггера. Это, наверное, какой-то поздний выход на барьер. Очень поздний выход. Последний лоу-гроун-тауэр. Легион должен укрепить Хеллборн-тауэр. Ну и вот сейчас Конгор, да? К сороковой минуте поближе. Кибер держит крипами фланги. У нас грома молния. Закрой окна, а то шаровые молнии в СССР залетают к людям домой. Уже? Там вон стоит деревяшка в инвизе. Уже не стоит. Забрали деревяшку, но Конгор все-таки достался Дампира. Дампир, конечно, с Ампаской убивал куда быстрее. Ох, этот Бзадул, конечно, слегка подвел Перлу. Въезд по ней и моментальная смерть, и ее, и Лоудстоуна. Это, походу, уже ПП будет сейчас. ПП ли это? Вот так вот даже я бы спросил. Дампир свободно может дайвить с токеном, да. Волт ПП. Волт ГГ. Хороший блин, котрофф Вэйджу. Вернулся от стана Мастеру Армса. Волт ПП. Возможно, заберут эмпад, но это в любом случае будет минус. Нет, Кипер, первая ульта. Кипер, вторая ульта, да, как я и говорил. Сначала цеплять, вторая догонять и уже ультовать нормально. Дампир, конечно, под шокен хэду особо ничего не делает, но, с другой стороны, 23-й лвел, выкуп от Хаги. До свидания. Недолго музыка играла. Да, это минус. Два линии. Ну, уже консит был от Хеллборна, его фейтвали, или в горячке просто никто не провоутал. Ну, конечно, 22-17. По счету отрыл небольшой, а вот по файт потенциалу огромный. Беллстон льдует без ПК, причем мульта взорвалась еще там, до прыжка. Линию, кстати, не пронесли. Опа, дерутся все-таки. Мастер Уаррс получит парочку киллов, даже даблкил для него. Я уже там на крипов внизу смотрел, а тут, оказывается, решили подраться все-таки. Теперь еще и Дампира, возможно, догонит. Надо выйти уже Дампиру. Ну, кстати, после токена, возможно, что-то и произойдет еще. Каких же парочку ценных миссов сейчас было под Ампиру. Чуть бы они загнала на Луну, но оживет. Ульта есть. Кстати, ульты не потеряны, кстати, после токена. Не, уже теперь уйдет, но токен отдал. Возможно, на развороте попробуют забрать Моа. Моа отреагировал с Шанкином, очень все тоже правильно сделал. Попробую догнать. Ну, зря, зря. Вот эта попытка... Немного, немного было жадности у Дампира. Вот эта попытка забрать Мастеранса его слегка подвела. Продолжила команда Хеллборна, и Доминашн Стрик сняли с Рафлэйча. 16-5 на Дампире, 23-21 счет. Вообще плотненько. И у Хеллборна все так же стоят все линии, как это и у Легиона происходит. Правда, ну, 1-2 Тауэр, на самом деле, достанется и все. Кипер с ультой. Дампирчик, выкуп, есть по Луне. Кипера ульта была слегка, прям, скажем, потеряна. Хотя Хагу внизу она зацепила, оказывается. Хагу зацепили, да. Не самый удачный блин. Нет, нормально. Найдут, должны найти. Энджик не туда побежал, не туда побежал инженер. Да, не найдут, наверное. Хага уходит. ПП, Та, по-любому ПП. Правда, люблю, когда выиграющая команда пишет сама себе ГГ. Хотя это, собственно, ничего не означает, это просто гуд гейм, а игра действительно неплохая. Имбо-хиру. Серьезно? В связи с чем, друг? Я думаю, с 600 гпм сейчас бы многие выступали. Ха-ха. Неплохо. Дампир. Шанкин, кстати, мог провязать, но почему-то не провязал, когда нужно было въезд по Лоудстону. Лоудстон, он просто с руки достаточно прилично грызет. У Лоудстона закончились стаки третьего скилла, и он, конечно же, начал получать огромное количество дампир. На дампире закончился Шранкин, и Хага его продуло, но как-то неболезненно. Сзади, тем временем, Кипер пытается драться с Мастером Амсом. Не очень успешно. Дампир не может пока развернуться нормально, но сейчас ПК, по идее, должен... Ох, зацепили его. Не получилось. Ему ПК-шнуться, и линия опять не снесена. Ну, по одному выкупу потратила каждая команда, но Легион пока чувствует все куда увереннее. Хотя лучше бы они отвлекались меньше на фраге и больше не слили инии. Дампир, кстати, пробует выйти на Саваж. Он же уже тратил, да, один байбэк? Да, один байбэк тратил. Тем не менее, у него ГПМ 620. Да, вообще, как я говорю, имбахируй не имбахируй, а 600 ГПМ. Любой герой, в принципе, неплохо чувствует себя. Тем более, теперь он команды не забирает экспу. Полезный 25-й дампир. И, соответственно, в тимфайтах импаска быстрее будет брать лвла. Ха-ха. Дампир нафарм. Есть деньги на Седж Мейз. Он там жаловался, что не успел запрыгнуть в дампира. Так бы, наверное, был переворотный файт. Ну, кстати, вполне. Там дампиру везде чуть не хватило, чтобы всех поубивать. Не исключено, что это бы и решило. Сэвэдж взял дампир 350 дамажа с руки. И при этом всем еще и, конечно же, 30% лайфстила. Очень нормальненько. Плюс 30% эвейшена. Лотстоуна через 550 монет будет барьер. Который, скорее всего, вообще никак не поможет. Да, когда дампир купил себе уже такой именно физический потенциал дамажный, сумасшедший, уже, конечно, от него так точно не спасет. О, как вовремя, да? Она долго на него копила, очень долго Очень долго копила Блоудстоун продал чилис, чтобы купить барьер Купил И 100 монет на вард И вард покупает Ну, может быть, все-таки получится, да, уже зайти на хэграунд по бараке А не за пацанами Все еще 26-23 счет Небольшой совершенно отрыв, но Нужно уже доказать свою доминацию, поскольку хэгборн все еще держит линии Наконец-то только бараки Наконец-то никаких дайвов Но пока что бараки стоят Перла, самый главный тут убиватель Побежала вперед Там у хэгборна неплохо, кстати, пушится нижняя линия Да, я даже не могу понять, почему Она уже не первый раз так сильно пушится Ну, видимо, хэгборн отпушивали свою Да, Блс с дампиром въезд по... Перлеперла сразу же умирает Лоудстоун хорошо бахнет Только кипера, но кипер, конечно же, не умрет Первый ульт от гипероза форс зацепила уже двоих Мастер Вармс спасается фаерблэндом Ой, фаерблэнд геометром Но второй ульты хватает, чтобы забрать его выкуп от Мастер Вармса Барак, наконец-то Да есть же! С третьей попытки всякие линия пропушена Дампир отталкивает от стана, и он в порядке А Луну до сих пор не использовала Ходфлауэр И Мекку О, Блс! Ядин, Каб, ядин! Хелборн Дерикс был уничтожен Собственно, это ничего не даст ей На самом деле Выкупилась Перла! Неплохая ульта снова до первой Шанкин Хэд Вот что значит долгий тимфайт И не продолжает, уходит Шанкин, все-таки уже очень короткий, 5-секундный Шанкин Вот он, вот он Хэлфлауэр Это драгоценный И заканчивается, и тампир может разворачиваться Готово Может быть немного и зря с Лоудстоуном именно он дерется Хага с Лоудстоуном продолжает, он может разворачиваться Но он ждет прыжка кулдауна А, собственно, тут к нему сам Припрыгал Лоудстоун Немного ошибся Нужен прыжок ульта в Хагу, иначе умрет Или так, или просто умрет Низняя линия не пронесена, но это снова выкуп И последний уже выкуп от Хричитхага Кипер, скоро Хикса Или Шива Хак тоже покупает атака лайфстав И ветра на эмпад Ну, Киперу, кстати, 100 копеек до двух шейпстиков С рефрешером это будет еще интересней А, у дампира, кстати, 4800 Время перекупить с Шанкин, я думаю Да Кипер покупает Хекс Ухаг тоже не очень много осталось Там 100 копеек Есть у Хаги Уже шейпстик Дампир не перекупил Шанкин Не знаю почему Так уж глобально говоря Для него более важного Этема сейчас нет Видимо, уверен уже в победе Въезд по Киперу Ничем не завершилась эта попытка сходить на Кангора Что опять себе придумывала Перла Я даже не знаю Перла самая агрессивная У Халборна Прям толкает себя в соло Против всех Ну, инженер успел Блин, как-то испуганный Может пытается Байтить на себя Ребята сказали Иди Нам нужно похватиться За две меки Да За ульту Сможет тебя задехать Интересное, кстати, решение Между двумя меками Не знаю Не сильно Но оправдывается Я имею ввиду Своя мек Ну Как бы Айтем мека Плюс Ее третий скил Ее третий скил Да Я просто Обратил внимание Что у Халборна В натуре Две меки Вообще-то Ну, это уже Из командики Дампир Взял генжура Вместо порталке Въезд от Пеблса Дампир продолжает И вместе с инженером Конечно, ребята разбирают Всех На Лоудстоун Даже не знаю Нужно ли ему было туда прыгать Хорошая, кстати, ульта от Перлыза Севела Хагу Лоудстоуна, конечно же Все равно забрали С двух ударов Дампир убивает О, выкупился, бежит Пять секунд получил Моа выкупился Пока добежит Уже ничего не будет Дампир просто сумасшедше Нарезает Из-за того, что получил Пять секунд Тимфайт Не продолжится Но он пойдет Выбить токен И отдаст его кому-то Хотя, собственно, себе Вместо шанки Может брать Легко Конгора забрали Вторая линия Можно бакдорить Я даже не вижу проблемы Кипер без второй ульты Нуж Хигсу Собственно, в две Хигсу На раз-два-три Можно было бы Хагу Убивать Или зафернуть ее И снять И сразу А Побус решает Вот так Сделать Так тоже В принципе Можно Хага должна Умирать Где вторая Хигса По ней А, Кипер встанет А, Кипер тратил Хигсу Вот такая ситуация Оказывается Он стоял Пятисекундном Встанет А там Угу 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 Мой голос Все-таки сработал И очень сильно Расфравленный Дампир Как ни крути Все же зарешал Мы поздравляем ребят С проходом В следующую стадию турнира А это для них Кстати Одна шестнадцатая Их встреча следующая Будет с командой Дорн К слову Дорны просили у меня Уже тысячу раз Их застримить Может быть К ним мы и заглянем Сейчас будем узнавать Хотят ли команды Играть сегодня Одну А, они сегодня По расписанию Одна восьмая Поэтому все будут играть Одну восьмую Вопрос в одной четвертой Лишь Будем определять